Вот я меряю трансформаторы этого употребляемой мощности. Мне кажется, этот прибор показывает неправильно. Показывает поверфактор 30. Вот ток показывает напряжение 229 вольт. Ток показывает 0,04 ампера. Ток там правильно показывает. Я меряю вот с этим, а там примерно все одинаково показывает. Это я только на другом, когда был 0,03 ампера. А вот в этом трансформаторе тот был. И показывал вот этот 0,29, 0,028. То есть 28 на 29 мА он показывал. Ток там правильно показывает. Еще смотрю синусоиды за стилографом, вроде детки. Так. Первое, конечно, определил 2 фазы, 2 минус, там минус на минус фазы на плюс. Там такая синусоида. Примерно синусоида такая. Она верхушка немножко такая как бессвезна. Вот. Вот. 0,04 ампера. Я смотрел сопротивление, но могу еще раз показать. Первичные обмотки сопротивления. Тут он без нагрузки. Включен одиодный мост. И потом никакой нагрузки одиодного моста нет. Вот. Сопротивление. Вот. Тонко. Нет. 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 44 Ом, у этого кажется 200 Ом сопротивление, он потребляет 2,2 Вт, а этот 2,9 Вт на холостом ходу. Так, 44 Ом сопротивление, 44 Ом, теперь по формуле высчитаем, какое напряжение на этом напряжении, активное напряжение на этом сопротивлении. У равно Р умножить на И, равно 44 умножить 0,04, и равно, на калькуляторе перемножу. 1,76 Вт, значит. 1,76 Вт, значит. 0,04 Вт. 0,07,04 Вт. Вот это активное сопротивление потребляется самой обмоткой, настолько вата нагреется. 2,70 Вт. Потом, как рассчитать трансформатор, пусть будет включен, пусть нагревается, хочу проверить. поверфактор 29 30 пишет по моему ерунда пишется слишком большие какие-то потери то есть получается столько мало ватт происходит столько мало потерь происходит на вот на этой обмотке так так как все остальное реактивное должно быть она должна обратно в сеть возвращаться и должен быть очень маленький поверфактор потому что куда она еще от энергии может деваться там не чистая синусоида может быть а так потребляет показывает 2,7 ватт значит она куда-то идет либо должна на нагрев сердечника идти либо на излучение потому что он тут не нигде не греется 2 ватт он особо не должен греться а вот этот если постоит он потом начинает теплый быть подключен в розетку но тут да можно понять еще сердечник у него греется у него там еще светодиод потребляет резистор хотя он там мало наверное там может какие-то еще схемки тут нет никаких схемок вроде бы и не будем греться вообще так куда тогда эта мощность пойдет она обратно в сеть должна идти либо на излучение так как там не нечистая синусоида там какая-то обратная дс импульс появляется он идет обратно на излучение но может как-то какой-то импульс высоковольтный идет обратно вон с большим током и этот прибор не может замерить этот ток этот импульс потому что нечистый синус тут ходит но синус он примерно вот так выглядит так идет потом тут так верхушка немножко пологая потом тут опять всего так примерно такой синус более такими обрезанными верхушки от детей от преобразователей этих блоков питания которые на постоянный ток превращают и теперь поверфактор какой должен теперь какое то есть и реальная мощность как входит употреблять так это вот нужно 0,04 ампера умножить на 200 там где-то 200 30 220 вольт мы даже возьмем 300 310 вольт чтобы был допустим результаты в пользу были чтобы повыше поверфактор был потому что там пиковые пиковые напряжение где-то 310 вольт а средние это 230 0,04 0,310 12,4 ватт тем может наоборот лучше так а теперь вот получается поверфактор равно вот это активная мощность которая там сгорает это если не учитывать что на магничивание сердечника тоже там тратится активная мощность и она нагревает его так вот насчитали 0,0704 ватта насчитали 0,0704 ватта поделись на 12,4 на 12,4 равно вот такой маленький ховерфактор то есть 0,0704 ватта почти 0,0704 получается значит все остальное должно я округлю до 5,7 должно идти на нагрев сердечник либо этот прибор неправильно показываю 28 по верфактор 28 по верфактор а если посчитать вот не 310 а 200 вольт 4 амперы допустим даже на 150 вольт 4 амперы говно 6 ватт ну даже 6 ватт это будет просто на 2 раза больше где-то 0,0,1 ватт примерно будет то есть не ватт а поверх амперы все равно очень маленький то есть получается получается вся реактивная энергия в нем будет почти если вот например 6 умножить на 0,01 то получится что активная будет энергия 0,06 ватт будет вся остальная энергия там что 6 все остальные ватты будут реактивной энергии поэтому прибор должен показывать 0,06 ватт он показывает 2,6 ватт вот когда я конденсатор подключаю вот этот параллельно розетки 330 нФ 250 вольт то этот прибор показывал потребление 0 и поверфактор 0 то есть отток был там кажется 0,4 ну какой то там 0,04 или 0,4 уже не помню отток был то есть да а потребления не было 6 по я Посмотреть потом или греться, и потом попробовать резистор включить и замерить, и потом замерить, что будет. Еще не так мало времени, вот тут время показывает. Время показывает, я вот ждал, вот Power Factor, тут 27, тут 37. Теперь 37, мне кажется, он тут ошибается. Я посмотрел, или греется сердечник. Я не ощущаю, чтоб он там как-то... Чуть-чуть, может, и теплый. Еле заметно. Чуть заметно. Мотки-то вообще не холодные. Ну, как бы, комнатной температуры. Могнотопровод, наверное, немножечко-немножечко теплый. По идее, мотки не должны греться, потому что там потерь высчитали меньше, чем 0,1 ватт. Вот, наверное, все потери в сердечнике идут. А пока я что-то ощущимое, какой-то теплоты не чувствую. Вот он-то чувствуется. А тут он не чувствуется, даже через пластмассу. Может, как раз-таки лучше, через пластмассу как-то. Не может охлаждаться. Может, охлаждается. Опять PowerFactor 27. А так с нагрузкой я раньше с ним экспериментировал. Так он там нагревался очень сильно. Сердечник. Ну, он весь теплый сердечник, и это было теплое. Теперь какой-то явной теплости я не чувствую. Вообще, даже трудно определить, или он тут теплый, или нетеплый. Как-то было бы интересно на косинус ФИ посмотреть, то есть на сдвиг фаз. А для этого нужен двухканальный эстфлограф. У меня его нет. Еще желательно, чтобы был от сети отвязан. Вот этот у меня теперь отвязан. Он тут питается от блока питания. Хотя в нем самом уже встроен блок питания. Но тут он уже трансформатор. То есть, тут уже он питается. Еще одно одного блока питания. Вот это 19 вольт. Там есть переключатель или питаться от 24 вольта. 19 вольт немножко не хватает, но он работает. Но пока не чувствую там особой теплоты. И поэтому пока остановлю, потом подожду несколько. И еще может немножко подогреется. Если не нагреется, то потом уже буду дальше делать. Дальше то, что говорил, делать. Вот какая синусоида в сети. Вот я показывал и рассказывал и рисовал, но не показал. Вот теперь я подключил трансформатор. И такая вот самая синусоида, которую я видел. Вот она как-то на синусоида не очень похожа. Какая-то тут обрезана от этих DC-DC преобразователей. Верхушки обрезаны. Это я подключил на обмотку, которая 16 вольт. Присаживаю. Это стилографы-то. Верхушки обрезаны. Сенаватые стилографы-то. Сенаватые стилографы. И вот сколько времени Что-то не фокусируется, видимо темно, не может нормально. Вроде бы тёплый, немножко еле-еле заметно, что тёплый. Может как раз там эти два ватта и тратится. Эта матка вроде бы не тёплая, а железо тёплая немножко. Ещё немножко подожду. Решил ещё посмотреть на вторичной обмотке. Силограмма на этом и салографии. Тут тоже вот такая обрезанная. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Да. Чувствуется, что тёплый. 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 снова становится. Ковер-фактор 60, здесь роток он становится, почти горячий, сейчас сопротивляем его, замерим, 68, 68, ток значит будет 16 делить на 68, 0,2, вот столько будет ампер, умножить на 16 вольт, равно 3,7 ватт на нём будет, ну там где-то так и прибавлялось, 2 ватта плюс 7 ватт минус 3 ватта, где-то 4 ватта, а где-то так и есть, вот покажу напряжение, и тут 16,9 вольт, почти 17, поэтому и не 3 ватта, тут будет побольше, 17 делить на 58 и умножить на 16, равно 4 ватта, ну где-то 4 ватта прибавлялось, 4,2 ватта где-то прибавлялось, вот есть трансформатор гейм, и он по такой схеме высчитал, что у него на выходе 11 ватт, а на входе у него там 0,29 ватт, так и у меня так вот, он считал сопротивление первичной обмотки, так и я вот так посчитал, первичной обмотки у меня получается где-то 0, сколько этот вот, это поверфактор, а мощность у меня на первичной обмотке вот 0,740, а на выходе 12,4 ватт, вот это поделить на это получается вот такая цифра, и ее если умножить на это, ну конечно получится это, получится, что такая мощность входит в трансформатор якобы, а на выходе якобы 4 ватта нагрузка, у меня так получается с КПД, ого какой, где-то в 100 раз больше, скажет, вселение, ну где-то в 100 раз грубо говоря, если так считать, он именно так и считал, только у него там бетероиды, трансформатор там, так он думал, что если бетероиды, то и нужно по-другому уже считать, то есть что можно, что у него постоянно будет 90 градусов, якобы, там на самом деле, то у него там не чистый 90 сдвиг, там некоторые, там где-то 80 может быть, вот такие дела, допускаю, может и действительно там можно получить сверх единицу, но там, потому что там вроде бы всегда, хоть с нагрузкой, хоть без нагрузки, там примерно 90 градусов сдвиг фаз есть между током и напряжением, но там есть зато такая фишка, что там очень нагрузки слабенькие вешаются, а мощность входная относительно большая, там может быть, например, там где-то 200 ватт входная полная мощность, а где-то, где-то там 183 активная и 20 ватт активная мощность. И потом, ну там, вроде там так толком ничего не измерено. Я хотел эту схему показать, но что-то не загрузилось у меня на компьютере. Вот и не важно. Нечего тут кому-то что-то доказывать, кто захочет, он и так поймёт. Вот если я закручу диодный мост, вот покажу, как вырастет потребляемая мощность, как поверфактор вырастет. Вот поверфактор становится 100%, то есть уже никакой реактивной мощности назад в сеть не идёт, вся идёт на нагрузку, то есть на вторичную обмотку, там она начнёт греться сильно, и на диодный мост тоже начнёт греться. И контакты всякие. И вот там 300 где-то ватт уже начинают потреблять. и поверфактор 100 становится, то есть единица. Поэтому правильно измерять этот прибор, который будет мерить, например, тут синусоиды напряжения, и вот он должен, в этой стороне это идёт нагрузку, когда ток с напряжением совпадает. Это всё уходит в нагрузку, вот эта часть. Тут уже начинает в этой стороне ток в одну сторону идти, а тут он в другую идёт. Вот тут неправильно немножко нарисовали. Тут уже вот эта часть всё будет идти обратно в сеть. А тут уже опять совпадает эта часть за этой частью, а тут опять пойдёт в нагрузку. и так далее. Эта часть... Я тут немножко и так нарисовал, в общем, такими вот. В общем, такими вот. Эта часть пойдет в нагрузку, это пойдет в сеть, это пойдет в нагрузку. Где совпадает напряжение с током, то пойдет в нагрузку. Где не совпадает, так пойдет в сеть. Поэтому тут, когда 90 градусов сдвиг, тогда PowerFactor 0 и тогда она нигде не идет толком. Она на то идет в нагрузку, потом в сеть получается на месте стоит мощность. То есть полевая мощность потребляется. Сперва берется от сети, потом назад в сеть возвращается. Если сделать с какой-то там бетероиды дальние трансформеры, трансформаторы, очень некачественным сердечником, чтобы там на нагрев очень мало шло. Очень такой большой сердечник. Может, тогда что-то и получится. Вот я тоже что-то пробовал делать на высокой частоте вроде. Очень много этих обмоток мотать тут. Замучаюсь мотать, если надо по 20-20 вольт тут. Еще вот эти все пластины, они должны быть. Очень хорошо друг от друга отлокировано, никаких контактов, чтобы только фуко не возникало и чтобы они не коротили. Тут вот видно, что вот тут вот срезано, а тут коротит. Вот я видел, кажется. Там тоже где-то не исключено, что где-то коротит. Вот поэтому будут токи фуко наводиться. Тут вот еще. Тут в общем так для вида там что-то сделано. Так вот очень аккуратно не сделано. Поэтому нужен хороший сердечник нормальный, чтобы все были изолированы. И желательно материал как можно с большей проницаемостью. Тогда меньше провода придется намотать. Легче будет мотать. И само сопротивление будет меньше провода. Ну как конечно известно, что тут она и так очень маленькая. Тут очень малые потери на провода сопротивления идут. Основные потери на холостом ходу идут на нагрев сердечника. То есть оттоков у кого-то все потери идут. Поэтому очень главное сердечник очень качественный изготовить. Может из какого-то медглаза там или... Или из пермалой. Оно на перм там всякие есть. Вот например этот. Еще чтобы эти пластины не только вот так. И теперь чувствуется, что теплые. Это может после нагрузок. Вот чтобы они может не только так шли, а может чтобы они например до половины шли из другой половинки. И эти половинки тоже не соединялись. Тогда может тоже меньше будем топить их. Ну и чем тоньше пластины будут, тем лучше. Тем меньше топов у кого поэтому тоже. Поэтому на малых сердечниках это невозможно сделать. Нужно большие сердечники. Чтобы исключить потери на сердечнике. Когда у них получится сверх единица. На большом сердечнике на битероидальном трансформаторе. Когда? Да будет. Может это будет как у него. Там сдвиг фаз почти 90 градусов. И входная мощность будет малая холостого хода. И может и с нагрузкой и дефицитом. Действительно не будет меняться сдвиг фаз. Тогда конечно будет уже сверх единица. Будет обратно к прежнему топ в сеть идти. Но подозреваю, что как раз когда все качественно сделалось. Тогда когда он будет прибавлять нагрузку. Если будут прибавляться нагрузки. То как раз появится этот сдвиг фаз. И этого эффекта уже не будет. А там просто бешеный ток. Слишком мало витков намотан. Бешеный ток идет в первичку. И потом и нагрузка очень слабая и вешается. Там еще связь очень маленькая и слабая. Там такие вот куски блесные кладятся. Они там в общем очень сделаны. Так некачественно. Поэтому как бы и не видят там ничего. И кажется что что-то там есть. Вот чтоб реально. Сделать вот на одном таком сердечнике. Вот этот сердечник по сути хорош. Вот нужно первичную одну сделать. И две вторичные. Только чтоб они были все одинаковый размер. И все пролокировать. Чтобы потом эту шляпку наложить. Чтоб она тоже не касалась вот этих. Потом зажать. Здесь как бы нужно хорошенько. Каким-то деревом. Скрутить метами. Чтоб у нас железо не замыкалось. Вот. А так то у него мощность. Вот я тут считал. Входная мощность у него. Тут я свою мощность считал. В общем у него входная мощность примерно. А не примерно. То есть полная мощность у него 16 ватт. Вот это вот на первичную обмотку у него тратится по сопротивлению 0,29 ватт. А полная мощность 16 ватт. Там 49 вольт где-то и 0,34 ампера. Это 16 ватт входит. А на нагрузке у него выходит 11 ватт. И он утверждает что у него вход 0,29 ватт. А выход 11 ватт. Что-то такое. Это может не 11 ватт. Потом по-другому уже не помню. Попробуем. Потом открыть эту картинку. Показать точнее. И 11 раз усиление что у него якобы. Вот открыл я эту картинку. Тут специально может быть из потертого так вот цифры. Чтоб труднее было разглядеть. Ну я открою в пайнтинг. Тут вот одна нагрузка вот 11 ватт. Тут рассчитал. Ну тут вероятно так и есть. 25 ампер и 180. Вон это видимо будет и будет 11 ватт. Ну вот тут еще сопротивление этой обмотки. Вот и теперь эту схему всяко-сяки скажу. Почему она не хочет пейст делать? Раньше я старых ментов выбрал, копии делал. Потом пейст и вот так и вставлялся. Теперь уже так не работает эта фишка. Ага. Ага. Вся мой расчет. Ну ладно. Это был и стыжка. Так. На ней этот бил. Вот, во-первых, схема почему нарисована, что тут есть соединения между модами. Наверняка он подразумевал, что их нет. Вот в патентах всегда какой-то косяк пляпает. Как правило. Это же... Это ниже магнитной связи связанной. Нет. Они как тут сказали, не проводами. Вот, я всё... Вот тут написано... Примари. 0,29 В. Тут какой-то... Тут ток. Я не вижу, что там точно какие буквы. 0,34 А. Тут 2,5 Ом. Будет понятно. Напряжение... 49,8 В. Вот. Ток тут 0,34. Потом... 50 Гц. 2,5 Ом. Хорошо. Там какая-то реактивная сопротивление. 145 или что там написано, в том дальше, тут дальше рассчитывается как бы полная мощность входная как бы вместе с реактивной. 49,8 может нам 0,34 и равно 16,9 ватт. Это входная. То есть 5 вольт ампер. Дальше. Потом какую-то тоже букву, там не видно. И умножить на r якобы. И это равно, запятая 34,2. Это не запятая, а точка 5 Ом и как это равно 0,29 ватт. Ну это все таки есть. Ну тут расчеты правильные. Математические. Потом тут поверфактор, косинус фи, труповер делить на аппарентку повер. Ну это как бы, есть такая формула, я смотрел. Но он труповер неправильно оценил. Он оценил, что труповеру у него 0,29 ватт. Это не труповер. Это просто повер этой обмотки. Сопротивление, которое тратится на нагрев обмотки. Это повер. А дальше же все она намагничивается и потом свою магнитную связь отдает на другим обмоткам. Другие обмотки на нагрузку отдает. И вот потом он к чему приходит. Он делит это. Вот это 0,29 на 16,9 и получает 0,017. Якобы это поверфактор у него есть. Или 89 градусов пишет. И total primary power 0,29 ватт. Откуда он? Это только на нагрев primary power тратить. Потом total secondary power. Вот это складывает на этой нагрузке. Все тут складывает. Получает 11 ватт. На самом деле то у него входит 16 ватт. Допускаю, что там какой-то двиг фаз есть. И там не 16, а каких-то 14 ватт. Из-за двига фазы часть обратно все тянет. Поэтому все равно на входе больше, чем на выходе. Ну либо он действительно тут сделал хороший трансформатор. И может он действительно, у него двиг фаз очень сильный. И тогда на входе меньше, чем на выходе. Может на входе каких-то 5 ватт. На выходе 11. Ватт. Потому что тут часть энергии идет в свет обратно. И как-то не стремится. Ватт. 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 поэтому это как бы все у него высосано вот это все что вот тут вот есть высосано все из пальца как можно вообще такое с умным видом что-то подавать, хотя это не на официальном сайте нашел на каком-то там другом, потому может он уже понял свою ошибку и это уже не выставляет Похоже еще не досказал кое-чему, так вот чтобы действительно проверить есть прибавка Нужен прибор очень хороший, который очень четко будет смотреть вот когда ток идет обратно в обратную сторону когда каждую вот эту точку будет он измерять вот и потом все это отреднять и будет измерять вот мощность когда мощность идет в сеть, когда идет из сети Незначен точный прибор ЛИР Тогда вот если он, если сделать такой трансформатор только на заводе там с тонкими пластинами большим размером На первую точку подать посередине, а по бокам подать нагрузку Одну по бокам там можно там скоротиться, а на вторую нагрузку Если действительно этот повер-фактор будет, например, 10% или 30% и с нагрузкой и без нагрузки Нагрузка будет такая нормальная, но такая вот там еле лампочка свечет На обычный трансформатор тоже слабенькая лампочка можно повесить Тоже почти не будет меняться повер-фактор Еще там слабая связь между первичной и вторичной, потому что там в воздухе все висит От того, что не имеется нормальной цвететики Что-то мы если с таким хорошим прибором измерять Он покажет точно входную активную мощность и реактивную И сколько точно входит активной мощности Отхит Q&A Отхит Q&A Он не ее воспитывает Я помню наK-A Туenne Лицей Туне Это спасибо Ну я би-то ство Сейчас вам покажем, что меньше единиц на входе будет меньше, чем я приходил, надо знать, что это работает. А на нагрузке всегда будет активная мощность, если это активная нагрузка, то не может быть средственной мощности. Это можно уже без никаких приборов замерить, просто зная сопротивление нагруза. Это сопротивление резистора, он когда подогреется, его может сопротивление немножко вырастет, но оно там не так сильно вырастет. Особенно, если это на большую мощность. Тогда вы считаете мощность нагрузки и сравнить с входом. Если хороший щечек приборами измерить, которые очень хорошо мерят. Просто могут быть приборы, которые мерят хорошо, например, на больших мощностях. Нужно, чтобы на малых хорошо мерить. И на средних, и на всяких. Брать такой специальный прибор, который будет хорошо мерить на той мощности, которой надо. Нужно очень хорошо удостовериться, что правильно мерят. Сравнить можно и с вами. Действительно, ли там такой двиг фаста примерно на глаз, чтобы все рассчитать. Это не сложно, я думаю, я бы легко замерил. А если нет, я еще скажу кое-что другое. Но я подозреваю, что это все не будет работать. Там будет нормально сделан сердечник нормальный. Не из каких-то там деталей сложен, когда связь очень слабая. Тогда это все не будет работать. И добавляю нагрузку, все. Все будет как у обычного трансформатора. Добавляю две нагрузки по краям. Обычного трансформатора при нагрузке сдвиг фазы становится почти нулю. То есть повер-фактора становится почти 100, как я и показывал, как это известно. Ну, кто-то там вроде бы проведел измерение и читал там. Ну, кто-то там вроде бы проведел измерение и читал там. Получал высокий КПД, поэтому есть надежда, что действительно может он работает. Нужно на заводе такой трансформатор изготовить. Либо вот той на той микроволновке, которую я делала. Там очень сложно будет наматывать. И там большие потери в сердечнике еще могут быть. Я еще раньше делал эти метароды и трансформеры на высоких частотах. Но так от генератора там все шло чаще всего. Поэтому я там никакой прибавки, конечно, не видел. КПД все было в пределах нормы. Но просто если на одном транзисторе качать, то реактивная мощность там в прямом угольнике не совсем годится. Там как бы выбраться ДС, потом он пропадает. Как бы не может нормально впитаться. Поэтому нужно сперва сделать как бы колебательный контур. И тогда от него как бы сперва колебательный контур раскачать. А потом от него уже направить на этот трансформатор. Чтобы реактивная мощность могла обратно в этот колебательный контур выйти. Но на 50 Гц легче проверить, потому что ниже частота. Это меньше всякого излучения, всяких там помех. Может быть, меньше потери в сердечнике на низкой частоте. А на высокой больше потерь в излучении идет. Там и, короче, провода уже трудно сделать. И нужен, как я говорил, колебательный контур. Иначе не получится. Сперва колебательный контур раскачать, но потом он там будет менять свою индуктивность. Частоту потом трудно все это подстраивать. Поэтому поделись с ангерцией с преимуществом. Сейчас все готово. Вот. Вот это 2,3 ватта. Пока не чувствую, что там всё. Чуть-чуть-чуть может быть. Заряжаю обычную батарейку через резистор 1 кило-Ом. Вот этот 16 вольт. Слабым током можно отрежать. Нужно очень слабым, потому что иногда они часто текут, особенно эти пальчики. А тут какие-то... Какие малые потери тут. Даже 0,1 ватта нет на эту обмотку того трансформатора. Это на самом деле не очень. Потому что он как качественный. Вот на золотом ходу потребляется почти как этот трансформатор, но этот трансформатор только на... Вот там каких-то 70 ватт максимум может выдать. Там 20 ватт в ходу. Этот может каких-то 100 ватт. Потому что у него сердечник больше. Он сделан более профессионально и круто, но меньше потери холостого хода. Сопротивление такой большой, а вот такой маленький. Это вот от того, что и сопротивление первички меньше. Как выяснили, что там на сопротивление первички хоть какой-то мотает, что там много потери не идет. Главное, что тут больше сердечник. Нет никаких линтиков, ничего им качества не очень. Все склеено, чтобы минимально этих стоков уков было. Но даже при таком хорошем сердечнике все равно не появляется. Вероятно, нужно еще более тонкие пластины. И там получается реактивная мощность. Гуляет он. Это 2 ватта он потребляет, а так еще реактивная мощность там есть. Так он 12 ватт потребляет. Не 12, а 310. Где-то 10 ватт он реактивная мощность там гуляет в обмотках. Вот это 10 ватт, невероятно. И нагревается здесь на 2 ватта. Но вот и пластины не такие уж и тонкие. Это невидимо. Если их из более тонких пластин сделать, то мыло может меньше потерь. Вероятно, может уже где-то касаются они друг друга. Все, думаю, может не касаются. Так хорошо все очень делается. Как лучше проницаемость надо делать. Материал, чтобы он был с высокими пластинами. Так. Хотя можно сделать такую схему, чтобы запитательно выжать по частоте. Вот тут, допустим, пушпу, короче, тут феррит. Тут пушпу. Вот тут, допустим, тоже сколько-то витков. Потом идет эта обмотка через последовательный контур. И тут уже этот трансформатор идет, например, на таких 400 герц, а не там 3 кГц. Ну, допустим, вот так вот сделать. Для сравнения замерить, посмотреть, как бы тут вот поставить резистор. Там на одином, допустим. На нем мерить ток. А тут мерить в другом канале на напряжение. И смотреть сдвиг фазы. И из целлографов может даже есть функция, чтобы мерить вычислялся. И заодно мощность входная, которая идет обратно в сеть. И обратно в этот конденсатор, в эту вот кутушку. Потому что тут последовательный резонанс. Когда в резонанс точно не входишь, то все равно синус будет. Просто чем выше войдешь, тем выше напряжение оно тут. Но больше вроде бы ничего там особо не меняет. А вот на параллельном резонансе это труднее. И там будет слева. Хотя наверно тоже можно. Но последовательным просто самой высокой амплитуды добиться. на конденсаторе и конечно на обмотке. И потом можно замерить, какая реактивная входит, какая выходит обратно. На холостом ходу и сравнить какие потери. Например, вот с таким трансформатором. Может например на феррите сделать. Может будут меньше на феррите потери, чем на таком сердечном. Тогда можно уже дальше городить этот витероидный трансформатор. Еще потом приделать одну обмотку. Вот так нарисовав. Это идет обмотка. Потом еще один. Тут еще одна обмотка. Напустим один он. Столом резистором. Конечно греться не будет. Тут уже вероятно и будет 10 ватт. Ну и посмотреть сколько тут будет. Будет сверх единиц. Вот почему она должна быть. Мне кажется не будет ее. Просто то самое, что будет просто обычный трансформатор. Тут другая. Вот этого не будет. Потому что тут замкнутая и она будет просто избегать этого. У него вот тут тоже один он. Тут 180 ум. И он просто вот этот будет часть избегаться. Будет то самое, что просто не просто трансформатор. Просто там как бы нужны нормальные замеры. Там как мерилось все рассказать. Вот тут он показывает, что сдвиг фаз. Что нагрузка не влияет. Но там у него очень слабая связь. Он там обычно как делает свои бетероидальные трансформаторы. Тут например берет какой-то сердечник. А тут просто вот так вставляет какой-то еще сердечник. И на нем намотана там обмотка. Но тут вот очень слабая связь. Тут зазоры всякие есть. Поэтому что ты став на нагрузку. Часто какую-то малюсенькую лампочку ездит. Не слабенький. Там что-то резистор или что. Говорит вот нет сдвига фаз при нагрузке. А на обычном есть якобы. Якобы это очень важно.